сейчас техническая сторона подключим мы еще несколько камер чтобы у нас была запись если кто в ю тубе напишите видите как как слышите насчет они пишутся нами там что-то стоит но ничего я вроде вижу вроде все хорошо идет час подключим еще и приступим но это хорошо что не хотят светиться правильно делаете сегодня у нас будет youtube олег панков ведрус панков в английской ведрус германская о вижу все нормально отлично будет контакт екатерина чудиновских и контакт родина ведическая русь все хорошо здравствуйте наши приятели близкие родственные по духу по душе по энергетике все что вы сегодня услышите воспринимайте как сказку понравится примите нет в сторону сегодня мы с вами поговорим об энергетике о живой жизни род природы о предках о нашей матери матери земли расскажем вам об наших этрусских рунах это не истина в последней инстанции понравится примите нет сторону самое главное вы расслабьтесь и слушайте как сказку если вы будете в дуализме и будете мыслить дуально правда неправда было не было либо вам что-то не понравится вы половина забудете сразу а вторую половину забудете через день через два только вспоминать как вы в детстве сказки смотрели и потом вы будете вспоминать и осмысливать наша сегодняшняя тема это фанатики шизофреники оккультный нереальный мир люди живущие предрассудками и рассуждающих по авторитету кто такие фанатики это истинно верующие люди они верят в какую-то идеологию или в бога и не приемлю чужую точку зрения вы фанатиков никогда не убедите вы их разозлите поэтому сегодня кто чисто люди в дуализме либо мыслит категориями шаблонными поэтому вам немножко будет неконфортно потому что когда олег геннадьевич паньков мы олег геннадьевич паньков подай паспорт говорим мы говорим прошлое настоящее и будущее и те люди кто по программам подготовленные они зависают потому что вот эти все грегоры нлп нлп это нервно-лингвистическое программирование нерло мозг лингва слова и программировано то есть это называется предрассудки и вот чтобы вам по жизни все хорошо было здоровое тело здоровая душа здоровый дух чтобы вы любимые счастливые были чтобы вас мама батя любили родственники чтобы у вас дети внуки правнуки были чтобы вы не знали проблем финансовых средствах для обустройства качества жизни чтобы у вас было не менее трех детей вам по жизни всего лишь надо уважать родную маму и батю и своих предков мама это характер отец харизма предки совесть вот нести свой крест то есть духовно-энергетический крест живущих человека в теле и чтобы вам по жизни все хорошо было нужно ведать три составляющих это в любом жизни в душевном духовном материальном первое уважайте обычаи традицию человека семьи рода не ходите со своим теремом в чужой монастырь со своими словами со своими поступками делами то есть уважайте принимайте человека как он есть потому что у каждого человека связи отпечатки пальцев у каждого человека своя правда и вы никогда никого не убедите поэтому уважайте и принимайте человека такой какой он есть это Второе. Отвечайте только на вопросы. Есть вопрос, есть ответ. Нет вопроса, нет ответа. И тогда вы не нарветесь и вас будут прислушиваться и слушать. И вы заработаете авторитет, потом авторитет будет работать на вас. Сделайте вы 99 хороших поступков и один плохой. Люди забудут 99 хороших. Будут помнить один плохой. В чем притча? В чем философия? А вы не делайте этот плохой поступок. Это и есть отвечать только на вопросы. Есть вопрос, есть ответ. Нет вопроса, нет ответа. И третье. Никогда никого не перебивайте. Внимательно слушайте. Но естественно и требуйте, чтобы вас тоже слушали. Поэтому вот этих три составляющих вы будете богаты, успешны, знамениты. Сейчас я вам расскажу сказку про род. И Екатерина Константиновна вам зачитает послание и скажет, чем мы занимаемся. Почему у нас в основе род и природа? Почему у нас в основе живая род и природа то, что люди называют божественный мир? Бьет из земли родник. Это место огораживает. Огород. Внутри городище. Огород. Строится дом. Разбивается огород, сад. Есть что кушать. Есть где жить. Чистая вода, чистый воздух, чистая продукция, чистая земля. Убери там, где насорил. Идет зарождение жизни. Создается семья. То есть у людей семь поколений предков, у человека девять. Поэтому у нас не семья, у нас девять янин. То есть прапрадеды дожидались праправнуков. Круг жизни 144 лет. Идет зарождение жизни. Женщина рожает. Когда женщина родила, мужчина и женщина стали кем? Родители. Что такое родители? Родители. Только когда вы рождаете тело, у вас появляется совесть. У вас появляется любовь. Вот как вы любите своих детей. Вот это и есть божественный мир. И родители, отец, род, природа, как вы боги называете. Они все. Или бог. У кого какое мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Он все детям своим отдал. Поэтому родители, родители, родители. Тогда у вас появляется совесть. Вы понимаете, как функционируют живой род и природа. Поэтому и делают ЛГБТ. Лесбиянки, гей, бисексуалы, трансгендерные люди. Чтобы у них не было детей. Чтобы они были биороботы. А когда много детей рождается, как называется? Родня. Идет продолжение рода. Двоюродные, троюродные, пятиюродные. Внуки, правнуки рождаются. Родственники. А как это все называется? Одним словом. Народ. Наш род. Вот почему мы народные целители. Собираем единое целое нашего рода. Полполовина мужского, полполовина женского. На земле две великие силы. Мужского и женского. Начало. Все. Только мужчина и женщина рожают ребенка. Самое главное наша мама это мать земля. И родная мама, которая нас родила. А батьянька это дух. Это харизма. Дух он мой. Мужского рода. Душа она моя. Женского. Тело она моя. Среднего рода. Поэтому дух передает. Батьянька, душу, маму. Вместе рожают тело. Новая жизнь неповторимая. То есть у вас весь ваш род. Но вы новая жизнь неповторимая. Такое не было и не будет. Вот на этот божественный родовой природный промысел пытаются воздействовать разные жрецы, чтобы и вами манипулировать. Вот вам что такое родня и родственники. Вот что такое народ. Наш род. А где живет наш род? Родина. Гаплогруппа крови. Р1А. Это родина. Никакого отношения к свету глаз, к свету кожи, к группу крови не имеет. Вас отводят. Где родился, там и пригодился. А где родина находится? Природа. То есть мы живем при роде. Поэтому в основе род и природа. В основе родовой отчины, в отчины имения. Родная земля, чистый воздух, чистая вода. К чему мы и все подойдем. Мы за 30 лет прошли путь 300-летний. Когда, ну вы это знаете, когда якобы там Петра I подменили и так далее. Вот как люди отходили. Были ведические времена. Русь была ведическая. Ведрусы жили. Вещи русы. Ведающие русы. Затем образы создали. Не боги, не суть нашей предки боги. А наши предки создали богов для освоения космоса, вселенной. Принцип освоения космоса, вселенной, как сказку воспринять телепатически. Это люди, человеки, асы первой цивилизации, которые могли в теле уходить в другие измерения. Затем люди пошли по техоретическому пути. Связь родом прервалась. И люди что стали? Стали уже под эгрегоры. Жрецы стали манипулировать и управлять. Что люди, чем стали? С богов разных создавать. Богам поклоняться. Требы разные приносить. То есть невидимым. То, что у каждого какие фантазии были. Если мы березу, видим все одинаково. Кедр, человека, медведя, реку, озеро, океан. И сесть на боги уже образы разные. И люди стали воевать. Принцип богов разделяя властвия. Это все промысел жрецов. Затем шаманство, чтобы как-то это предоставить, чтобы остановить. Затем стали языки разные. Менять культуры разных богов. И затем оккультный нереальный мир. И сейчас мы живем там, где мы живем. Вот как мы уходили от рода, от проды. Как уходили от ведических времен. От ведрусов. От ведающих русов. А русы это не национальность. Это миропонимание. По этруским рунам русы это родовое движение совести. И вот сегодня на эту тему мы с вами и поговорим. Поэтому наша тема и называется. Оккультный нереальный мир. Который придумали жрецы. Разные мелковатые жрецы. Это разные пропагандончики. Разные пиар-технологи. Религиозные деятели. Философы. Которые кроме ложки и горшка ничего в руках не держали. Они оторвались от рода от проды. То есть все религиозные деятели, кто живет особенно в городах, они забыли как функционирует род природа. И затем, чтобы от людей избавиться, от народов избавиться, придумали волшебные уколы, QR-коды, электронный концлагерь, цифровые деньги. Но все это не получилось. Мы частично сегодня поговорим. И это все зависит от нас с вами. Когда нас будет 50% плюс 1 человек ведруса, ведущих русов. А мы все ведрусы. То есть наследники ведической Руси называется ведрус. Союз коренных народов ведической Руси. И только когда будет союз коренных народов ведической Руси, будет гармония лад. И не по цвету кожи, цвету глаз. Потому что если мы велики, великая Россия, значит тот, а не великий. Как вот вспоминайте. Великая Россия, Малороссия, Белоруссия. Значит есть малые, а мы великие. Или великая Украина, великая Ногчи, Чечня, великая Мар-2 и так далее. Великие китайцы. Раз есть великие, значит кого-то принижаешь. Это война. Это принцип разделяя властвы. Так религии придумали. Так разные названия религиозных деятелей. Христианство, мусульманство, буддист, славянство отсюда же. То есть для чего? Разделяю властвы. Только когда народ придет первоистоком к союзу коренных народов ведической Руси. Нету главных, нету старших. Кто в лесу важнее? Береза, кедр, осина, ромашка. Кто важнее? Мышка, белочка, медведь, волк. Единство в множестве, множество в единстве. Природа. Поэтому когда, если вы кого-то ниже себя принижаете, вы наживаете врагов. Если кого-то выше себя ставите, вы становитесь рабами. А у нас свобода воли, свобода выбора. Хочешь быть вольным, будь им. Хочешь быть рабом, будь им. Никто никому ничего не должен. И наша любимая поговорка, что на зеркало пенять, коли рожа кривая. Поэтому за разговором, за речью нужно следить. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. А поймает заслово, вылетишь как воробей. И сейчас Екатерина Константиновна расскажет, чем мы занимаемся. Зачитает вам послание, и она все вам расскажет. И затем мы продолжим. Всем добрый вечер. Основная деятельность, тех, кто еще не знает, впервые с нами встречается сегодня. Это целительство, это знахарство, народное целительство, народовое знахарство. Мы восстанавливаем родовую связь вашу со всеми вашими предками. Исцеляем тело, душу, дух, энергетические тела через индивидуальные встречи, сеансы с вами. Проводим как вживую в наших академиях, Русская Ведическая Школа Академия, которая будет ближайшие 22 по 25 апреля и 27 по 30 мая. И также дистанционно на встречах отвечаем на все ваши вопросы, консультируем по любым вопросам и передаем ведические знания, к чему вы готовы, к чему вы открыты на данный момент и на ближайшее будущее. Все это происходит в три дня. Родовое знахарство – это правка пупочка, исцеление бесплодия на физическом уровне. Это идет русский массаж, излечиваем психосоматику, гармонизация пространства внутри человека, семьи, рода, возрождение любви, гармонии, здоровья в семьях и родах через этот энергетический центр, через золотник, через пуп. Также в академиях проводим медитации родовые, потоковые медитации динамические, через которые очищаются все поколения вашего рода. Предходит дар, предвидение, дары родовые, раскрываются таланты, новые возможности. И все пути родовые, самые лучшие варианты возможностей приходят к вам. Даем рекомендации, чтобы каждый из вас сохранил эти знания, чтобы сохранил эту энергию родовую и дальше передавал эти знания своим поколениям, своим детям, внукам, правнукам и становился главой своего рода, и становился сам творцом своей жизни. Ближайшие мероприятия, повторюсь, на Вятке, город Киров, Кировская область, 22 по 25 апреля, 27 по 30 мая, Русская Велическая Школа Академия Род и Природа. И дистанционные встречи онлайн проводим индивидуально, договариваемся по датам с каждым из вас. Все встречи, которые проходят в Академии, они в прямой эфир не идут, и дистанционно к ним попасть невозможно. Поэтому предварительно записывайтесь, пишите по номеру телефона, кто хочет присутствовать в Академии вживую и кто хочет индивидуально с нами встретиться онлайн. Номер телефона плюс 7 909 133 43 18 плюс 7 909 133 43 18 WhatsApp, Viber и Telegram. Какие личные вопросы у вас есть? Индивидуально вас, касающиеся, семьи и рода. Также все отвечаем на консультациях. Если остается время в прямых эфирах, то можете задавать вопросы, и если время останется, то на них ответим. Также в прямом эфире. Скоро день рождения у моей любимой мамочки. Я хочу зачитать послание именно для нее. И вообще для всех мам. Каждая женщина – это мама. Каждая женщина – это вселенная. Не было бы наших родителей, мамы, отца, не было бы и нас. Это наши корни. Это наши корни и отношения с ними, с нашими родителями. Они создают нашу настоящую гармонию в наших семьях, здоровье, любовь, наше будущее. Поэтому всегда относитесь с уважением к своим родным, к своим матерям, к своим отцам, как к наставникам и как главным учителям в своей жизни. Как надо поступать и как не надо. Учитесь у них и стройте свою судьбу, глядя на своих родных, глядя трезво, здраво, в свое прошлое, настоящее и будущее. Моей любимой и дорогой мамулечке, которой скоро будет день рождения. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Моя дорогая и любимая, мама, мамуля, не нуля, про все ненасти в мире забываю, глядя в твои прекрасные глаза. Твоя улыбка пусть всегда сияет, сияют ласково любя природу, жизнь, глаза, чтоб среди дня и ночи сияла в радости твоя душа. И солнце светом все раздули тучи, чтобы на небе всегда было светло, когда тебе вдруг что наскучит, чтобы всегда было тепло и радостно тебе, чтобы любовь все тело грела, душа отчасти всегда пела, хоть дождик за окном, хоть снег, пусть даже грянет гром и молния, тебе всегда пусть будет хорошо. Пусть все твои мечты осуществятся, природные и родовые, и те, что в самых радостных тебе снах снятся, они исполнятся. Ты только верь. Ты будь здорова, будь любима, будь счастлива, любимая моя. И нет тебя для нас в мире во всем красивее, как аленький цветочек, ты цветешь для нас. Живи здесь и сейчас, сейчас будь счастлива, любима и здорова. Богатство в твоем и нашем доме вдоволь и сполна. Мечтай, мечты свои осуществляй, живи так, как ты хочешь, тебе от рода все природа дает сейчас сполна. Ура, 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 ура. Автор продавающего послания Екатерина Константиновна Чуденовских, ученица Олега Геннадьевича Панькова, который сейчас за кадром. И вы имеете возможность лицезреть сейчас Олег Геннадьевич, который еще пока соглашается выходить в прямые эфиры, делать трансляции, встречи, семинары. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, величайшей, огромной возможностью. И делитесь видео. И еще раз, мамочка, я тебя очень люблю. И к моим пожеланиям, я думаю, все наши единомышленники тоже присоединяются. Благодарю. Открой форточку. Ну вот, в основе, Олег Геннадьевич Паньков занимается 27 лет энергетикой, целительством, знахарством. Естественно, это главные мои родители, мама, Нина Матвеевна, Батянька Геннадий Петрович, мои бабушки, дедушки, Мария Матвеевна, Матвей Маркович, прадед Марк Сазонович, Соломея Патрикеевна, потому что мы старообрядцы. Ну, старообрядцы, это вот так крестится. То есть, во имя отца, сына и родного духа справа налево. Это старообрядцы через мужское начало. Католики, во имя отца, сына и родного духа слева направо. Старовера Руна Сиг Перуницы, вот малая и большая. На этот центр можно воздействовать. И как раз на эту тему мы с вами поговорим. Потому что у каждого человека своя правда. У каждого человека свои отпечатки пальцев. Нету похожих людей. У каждого свои глаза, свои уши. Поэтому к чему мы говорим? Вот когда у вас родовой, природный, божественный промысел, вами невозможно манипулировать. Как только вы начинаете кого-то копировать, кому-то подражать, то есть каких-то себе авторитетов делаете, либо принижаете себя перед кем-то, у вас начинаются проблемы. То бишь, либо вы врагов наживаете, либо вы, если себя в рабство ставите. Потому что людей для этого через религию увели в дуализм. Смотрите, еще раз говорю, воспринимайте как сказку. Осмысливать будете потом. Вот жили мы в советское время. Я родился 9 августа 1966 года рождения. Вот у нас такой будет паспорт на основе СССР. Это союз коренных народов ведической Руси. То есть документ должен быть бумажный, а никакие не электронные деньги. Электронные это чтобы людей сделать QR-коды и сделать рабов. Когда у нас будет 50% плюс 1 человек изменится. Вот СКНВР, это образец паспорта, образец союз коренных народов ведической Руси. Паспорт, потому что закон СССР никто не отменял, пока это закон СССР. Олег Геннадьевич Паньков прописью. Следующее. Обязательно должны числом есть год рождения. 9 августа 1966 года рождения. Село Березовка, Перомайского края, Алтайского края. РСФСР, СССР. Ведрус, происхождение. Ведрус, печать, фотографии, как в советском паспорте. Обязательно должны родители. Вот у меня Нина Матвеевна Панькова и Геннадий Петрович Паньков. Батяньку шел в мир про родителей. Семейный союз, не брак, должен быть прописан в документе. Удостоверение личности, можно удостоверение рода, потому что некоторым паспорт, патч, портал, свазь не нравится. Главное, чтобы ваш образ жизни этому соответствовал. Дети. Вот у Олега Геннадьевича четверо детей, все совершеннолетние. Олеся Олеговна, Мария Олеговна, Роман Олегович, Радослав Олегович. То есть в идеале к управлению надо назначать людей, кто минимум родил и воспитал, вырастил трех детей. И чтобы дети были, согласно эволюционному процессу, умнее родителей. Когда дети тупее, глупее родители, это деградация. Чем дети могут быть умнее родителей? Совестью, честью, правдой, справедливостью, любовью. Никого какая корона, трон, эгоизм. Именно вот эти взаимоотношения. Дальше, что должно быть? Место жительства, а не прописки. А сейчас место регистрации. Мы все, в этом году все изменится. Вот такие документы такого образца. Сойск коренных народов Ведической Руси. Дальше вам порекомендую, какие книжечки читать расскажу. Но сейчас я вам расскажу про наши труски руны. Письменность Ведической Руси. И мы отсюда будем плясать. То есть я сейчас просто зачитаю. Будет к вам. К фильму приложено. Вы скажете, зачем нам надо? А вы не разберетесь. Если вы будете, вам и будут рабы жрецов. На данном этапе рабы жрецов, вы их знаете как иудейско-библейская, фашистская. Идеология. Идеология. Медведь. 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 Вот когда люди богам поклоняются, мать отца не уважают, не могут семью создать, детей родить, не могут себе на данном этапе заработать на фрукты, на овощи. Это просто ББББ. То есть это когда у человека слова с делами расходуются. Следующее идет. Быть, бытие в совести. То есть когда человек по совести живет, то есть его слова с делами не расходятся. А когда это бывает? А когда чистота помыслов. Все зависит от чистоты помыслов. Вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта. Частично видимо материя она. Мой сын или дочь. Ты бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты. Это слова Анастасии. Серия книг «Звенящий кедр России» Владимира Николаевича Мегре. Тоже зелененькая книжка. Я вам потом покажу. Затем идут веды знания, веды познания. Затем идет просто звук, когда у людей знаний нет. То есть когда люди думают, что ведение Ра – это не родовое мистелище разума, а ведение света. И вы попали. И у вас свет – тьма, белый бог – черный бог, бог – сатана. И вами начинают манипулировать. То есть следующее идет – глаз. Речь, что глаз – это существительный, а не глаголь, как в иудейской буквице. Следующее идет – Д. Руна добро подвижное. Она состоит из двух рун. Руна, они две соединяются, создают третью, так же, как мама-батя рожает ребенка. Только мама и батя родят дитя. Именно будут родопорожденные. Поэтому добро подвижное – это родовое местилище разума, в природе ничего не мешается. И если вы добро сеете, у вас будет дом благополучия, полная чаша. Но в основе род и природа живая, основная масса людей занимается идолопоклонством. Живут в нереальном, в оккультном мире. Живут предрассудками, рассуждают по авторитету. И стали фанатиками. Кто такие фанатики? Они верят в какую-то идеологию или в бога. Не приемлю чужую точку зрения. И сейчас фанатики на земле страдают. Следующее – есмь, три единства. Что такое три единства? Это дух, душа, тело, мама – три. Батя – дух, душа, тело – шесть. Родили дитя – дух, душа, тело – девять. Видите, семь не получается. Понедельник, вторник, третийник, четверик, пятница, шестица, седьмица, осмидца и неделя. Только русы, тризну, поминки справляют девять дней и сорок. Потому что у нас в неделе девять дней и сорок. И также чакра у нас не семь, а девять и шестнадцать. Но это следующая тема. Вот они. Это я немножко вперед забежал. Следующее. Когда у вас есть дом богов, есть три единства. Эмит уронит. Что такое эмит уронит? Это дух, душа не имеет плоти. То есть ваши предки уже ничего не могут изменить. У них был шанс. Они жили, любили, радовались. Человек может изменить живущий в теле во плоти. И дух, душа развивается только во плоти. Поэтому когда эмит уронит, это из дух, душа, но нету плоти. Отсюда эхо. Когда вы кричите, вы слышите, как бы отображается. Особенно в горах. Затем жизнь, три единства, стрелка вниз, три единства жизни, меч острём вниз, охрана жизни, охрана мудрости, жизнь. Долг душа и тела в жизни, в материи, в природе, в роде. Следующая заря, свет, знания. Видите, как вот сейчас. Зэ, это вот такое пишется. Я вам покажу потом. Они сион, символ сиона. Зэ, латинские. Это, кстати, с этих рун взят. И следующее идёт. И союз земной, и союз вселенский, и союз рода порождённых. Ой, ты гой, и си добрый молодец. Что такое гой? Глаз, постоянство союза рода порождённых. Гой обратно прочитайте. Йог. Йога. И союз рода порождённых. Постоянная речь материализация. Поэтому наши народы называют гойские. Якобы они там члену поклоняются. Поэтому, ой, ты гой, и си добрый молодец. Обратно гой, йога. Вот оно принцип мужского женского начала. У иудеев это и яхава. В индийских ведах это вот шива лингам и йони. У нас гой и йога. Гой это мужское, йога женское. Мужское и женское рожают детей. Дети рождаются от любви. И мы на земле все родом порождённые. Вот так вас подготовили к войне. Кто считает, что на земле есть клоны, бред. Клоны-то, когда берут сперматозоиды, циклетку и клонируют. Если идёт зарождение жизни, и мама рожает. Мы все родом порождённые. В этих рунах и есть. Почему нас готовили, особенно славян, вот этих, язычников и так далее. Что китайцы это все клоны. То есть для того иудеи готовили к войне с Китаем. Но сейчас с Украиной воюют, славяне со славянами. Если бы были русы, не воевали. Но это следующая тема. Поэтому мы на земле все родом порождённые. Нету Богом сотворённых. Если вы будете считать, что Бог творец, вы будете попадать. Потому что мы родом порождённые. Союз рода порождённых. Поэтому союз коренных народов ведической Руси. Ведросы. Затем корень мужского и женского начала. Две равновеликие, равноудалённые силы. То есть мужчина и женщина рождаются. И никакой это не кака, как в букве С. И никакие это не ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди. Когда якобы ребёнок полу выбирает. То есть это и есть шизотерика. Две великие силы, равноудалённые. Затем руна любовь. Первый шаг в любви может сделать как мужчина, так и женщина. Любовь спасёт мир. И пока народ, люди, вы не вернёте любовь всеми, вам удачи не видать. Потому что дети все хотят рождаться от любви. И душа детей родителей сама выбирает. Если у вас нету детей, вы детям неинтересны, вы им ничего дать не можете. Ни духовная, ни душевная, ни физическая. Плюс у вас куча болезней, проблем. Вот как раз мы на Академии и при целительстве этим занимаемся. Поэтому наша коронка это бесплодие. Исцелять. Это вот как раз любовь. А не просто люди богов ведущие. Видите как вас дурят. А люди это нету духа, это мужское и женское начало. А здесь любовь, образ. Любовь, ю. Это пространство временное, бытие в совести постоянно ведущие. Затем руна, мы взаимность. Мы. Почему мы? Дух, душа, тело. Почему мы? Мама, батя, дитя. Почему мы? Мы предки. Почему мы? Мы дети, внуки, правнуки. Мы роты природа. Мы соседи. Как только я, у вас будет всегда одна составляющая преобладать. Моно. Либо духовная, либо душевная, либо физическая. Если духовно вы будете в одного, у вас будет моно. Отсюда демонизм. Отсюда монарх. Отсюда монорелигия. И те люди, кто духовно развиваются, у них либо патриархат, либо матриархат, либо моно. Сам по себе. И этим людям трудно семью создать. А если создают, второполовинку убегают. С ними даже гражданским браком. А брак это бракованная деталь. Никто жить не хочет. Если преобладают душевные качества, это люди, они мертвого забодают. От них все убегают. Если человек на физике зацикленный, качается там или лечится, таблетки, прививки или так далее. Это, как правило, люди болезни. Они на теле зациклены, у них проблема с душой, с тем это будут больные тела, больная душа и больной дух. Видите, что такое мы взаимность. Мы, дух, душа, тело. Мы, поэтому Николай II говорю, мы и Николай II. Следующее. Матерь-матка, энергетический центр. То есть у пчел матка, у женщины матка. Наша земля, Митгард-земля, матерь-матка, энергетический центр. Есть Энгард-земля. Как раз наши дети, человечество первой цивилизации, кто воплотив теле ушли, вы их называете инопланетянами. Но у нас сегодня тема, она немножко другая. Это как раз идет устройство вселенной вот с этими рунами. Вот они. Это путями великого россиянина Александра Семеновна Иванченко. Доктор исторических наук. Там вы это увидите. У нас была одна письменность. Это русские руны. Никаких черт рез не было. Никакой глаголицы не было. Никакой буквицы не было. Все это бред. Это принцип разделяя власть. Письменность как мама одна. Батя один. Род один. Природа одна. То есть это образы. А сейчас азбука безобразная и безобразная. И буквица такая же иудейская, и жидовская. Следующее. Вот это и есть матерь-матка, энергетический центр. Буквицы нету этого. Следующее. Энн. Звук. Просто звук. Это когда человек не может ни с кем выстроить взаимоотношения. Когда у него нету душевных качеств. Когда от него все убегают. Когда он всех учит, лечит. Сам не состоялся как личность. Ни семью не может создать. Ни детей воспитать. Ни на хлеб заработать. Ни на яблоки. Ни на огурцы. Ни на редиску. Ни вырастить не может. Но любит всех учить. И как правило такие люди никому не нужны. И с них шизотериков готовят религиозных деятелей. То есть это и есть фанатики. Вот сейчас на земле они управляют. Следующее. Нам, нас, наш. Это когда множественное число. Когда наши. Когда семья. Когда род. Когда природа. Когда гармония. Когда душевные качества. Глаза зеркала души. Душа компании. Человек душа. Великая, могучая душа. Мелкая, пакостная душонка. Глаза зеркала души. Вот как раз это руна наш. Это постоянство. Как вот скорость. Сейчас это как вот. Видят. Как вот говорят. Вы из этого. Ну я коснусь. Это операция якобы. Сион. Следующий. Путь. Это буква П. Путь. Следующий. Пути встречные. Мы с вами встретились на встречных путях. И следующий. Путь последний. То есть когда человек уходит в мир прародителей. Следующий. Идет. С. Совесть. Затем. С. Чистота души и тела. Когда совесть. С черточкой. А никакие не силы сатаны. Есть там жадовье. Всякую ерунду собирают. СС силы сатаны. СС. Это чистота души и тела. Чистая душа, чистое тело. У вас чистый дух. Затем. Тя твой, твоя. Если жизнь. Это стрелка вниз. Треединство жизни. А тот мир. Стрелка вверх. На бранном поле применяли бранные слова. Вот он. Видите. Меч острием вверх. А сейчас человек бронится. Материнский родной язык. Человек матерится. Видите. Как все изурочили. Или передавай привет. Кого нас с приветом называют. Вот так вот идет. Образы меняют. Следующее. Техможественное число. Затем. У. Движение. Ю. Это не просто звук. Это пространственно-временно. Если у вас есть настоящее, у вас есть будущее. Только те, кто у кого есть настоящее, у них есть будущее. А вы основная масса людей застряли в прошлом. И мечтаете в будущем попасть. То есть в прошлом мы были велики, а в будущем в рай попадем. А если у человека нет настоящего, нету будущего. Затем. Хор духов мужского женского начала. То есть корень мужского женского начала. Вот такая. Но я покажу вам. А хор духов, оно уже соединяется. Рождение. В зачатии ребенка у людей 7 предков мужского, 7 предков женского. 7 янин, 7 ян, 7 инь. Прадед, дед, отец, я, сын, нук, правнук. Также прабабушка, бабушка, мама, дочка, внучка, правнук. У нас 9 поколений. То есть прапрадеды, прабабушки дожидались праправнуков. Круг жизни один, 144 лета. Сейчас люди книжек начитались, пьют, курят, таблетки едят, наркотики употребляют. И говорят, мы будем жить тысячу лет или три круга жизни. Олег Геннадьевич Паньков им говорит. Давайте так, доживите до 100 лет, потом поговорим. Есть на Востоке хорошая поговорка. Сколько ни говори, халва, халва, во рту сладше не будет. И еще. Обещать жениться, это не значит жениться. Собаки лают, караван идет. Не мечите бисер перед свиньями. Если ты сомневаешься, что выйдешь с этого дома, с этого терема, с этой религией, с этой войны, с этой тюрьмы, с этой сектой, с этой общины. Если ты сомневаешься, что выйдешь оттуда. Зачем туда заходишь? Поэтому есть хорошая русская поговорка. Не говори ГОК, пока я не перепрыгнул. А перепрыгнул, посмотри, куда заскочил. А то бежать придется. Это как раз хордуха мужского женского начала. Поэтому вот это то, что вы карма, это по-русски карман. Хотите узнать свою судьбу карму? Выстроите всю свою родню. Родителей, бабушек, дедушек, дядь, теть, двоюродных. Вот она ваша карма. Что посеешь, то и пожнешь. Пшана, уважение, щада, милость, цепь взаимосвязи настоящего с будущим. Просто че-звук. Че-те, согласие, отсюда честь имеют. Что такое честь имеют? Согласие триединства, духа, души и тела. Согласие рода и природы. Согласие со всем живущим. Че-те, отсюда че-есть, честь имеют. И когда офицер говорит, че-есть, честь имеют. Это как раз спрашивали, ведаешь ты руны? И человек от русских руны говорил, да, честь есть, честь имеют. Раньше у нас офицеров до революции учили этим рунам. Сейчас никто не знает. Следующее. Утверждение. Затем ядь. Ядь телесная, ярила солнца. Мягкий знак, мягкая инваренность. Твердый знак. И омега. Вот они, наши трусские руны, будут прикреплены. Вот здесь я эти руны частично написал. Вы поймете, почему я им это объясняю. Вот она, местилище разума. Что человек, от человек, от березы березы, от медведей. Вот местилище. Это родовой, природный, божественный промысел. Никаких гонеш нету. Никаких двуглавых орлов нету. Никаких бафометов, магометов нету. Потому что в природе этого нету. Кстати, все темные, светлые силы, все дуры у людей в головах. В природе нету этого. Покажите мне, где в лесу темный светлый. Где в горах, где в саду, в огороде темный свет. Видите, как все просто. То есть это придумали жрецы, религиозные деятели, чтобы вами манипулировать. И все учения, как Богу правильно поклоняться. Как свечку зажигать. Какой иконе, как молиться. Вы идете, вы стали идолопоклонниками. И поклоняетесь золотому тельцу. И просите у мощей, это будут черномаги. Я вам докажу и покажу. Какие-то мощи якобы святых, инквизиция и так далее. И просите, чтобы вам помогли. То есть видите как. И вас так к эгрегорам подвязывают. И вами манипулируют. Вот оно в местилище разума. А это омега, женское начало. То есть есть начало, есть конец. То есть мы все приходим, нас мама рожает, мать земля. И мы уходим в землю. Из земли пришли, в землю ушли. Это любимый Олега Геннадьевича рот. Это треугольник, это рот. Не просто рцы в букве. А видите, рот. А это видите, добро подвижно. Руна добро подвижно состоит с двух рун. Вот она рот и вот вместилище разума. Только если у вас есть родовое вместилище разума. Если вы несете любовь, жизнь, здоровье, убери там, где насорил. Только тогда вы добро сеете. Тогда у вас будет и любимое, и любимое, и здоровье. И духовное, и душевное, и физическое. И дети, многодетная семья будет. Вот оно добро подвижное. А вот дом благополучие. Видите, эти же углы, они крутятся. Вот он этот треугольник. Вот этот же угол. Арабские буквы тоже, они крутятся. Только когда вы добро сеете, у вас будет дом благополучие. Родовое, природное. А люди мусор не научились юлитизировать. Утилизировать. Залезли, шизотерикой занимаются. Клоны инопланетяне, анунаки электронные. И люди стали дебилоидами. То есть живут в оккультном нереальном мире. Живут предрассудками, рассуждают по авторитетам. И вами манипулируют. Поэтому знания все ушли в семьи, в роды. Это все видно по образу жизни. Вот Олегу Геннадьевичу неважно, какую вы ермологу, какой у вас цвет кожи, цвет глаз. Я стою на ваш образ жизни, на ваших детей. Иудей, как у вас мужской женской, как у вас авторитет. Уважают вас в роду соседи, друзья, родственники. Где вы трудитесь, как говорят, работают рабы, а народ трудится. И вот так за слова цепляются те люди, у кого нет мозгов. Поэтому дом благов... А вот заря свет знаний. Заря. А у нас кто прихватили? Иудеи, раввины. Они считают, что гойские народы, и только иудеи несут свет. И все то, что вы учите, Библия, Коран, Талмуд, Буддист. Это все иудейское. На самом деле, видите, заря свет знаний. Они с этого что сделали? Сион. Я на эту тему тоже поговорю. Вот корень мужского женского начала. Две равновеликие, но равно удаленной силы. Когда они соединяются в хорду, как мужского женского начала. Видите? Суть и смысл. А вот цепь взаимосвязь настоящего с будущим. Видите эти руны? То есть палочка как бы в будущее уходит. Только если у вас есть настоящее, у вас есть будущее. А вы поклоняетесь каким-то неизвестным святым, каким-то иконам, и там мантры, какие-то молитвы. Да, это все работает. Но это эгрегориально, это с эгрегором. Вы никогда вольными не будете. И вы будете голоса слышать, видеть. А представляете, человек видит и слышит. И управляет ядерной кнопкой, или командующий войсками, или президент, или министр. Я же не просто говорю, шизотерики. Что он может сделать? Как говорит, голоса слышит. И видит кого-то. И для этого шизотерика и придумала. Поэтому ЛГБТ и придумано. Чтобы у них шизики не рождались. Корень мужского женского начала. Хор духов мужского. И цепь взаимосвязь настоящего с будущим. Вот Ра. Ведение Ра. Это не ведение света. Вас дурят. Либо они не ведают, запутались. Либо специально иудеи дурят. Ра это родовое вместилище разума. Из береза береза, из кедра кедра. Чека чека. Никакой не свет. Видите, вас доли измувили. Свет и тьма. Бог сатана. Белый Бог. Черный Бог. Светлые силы. Темные силы. Нужно темных уничтожить. Или светлых. И принцип разделяя власть. А вот жизнь. Это буква Ж. Триединство жизни. А это Т. Тот мир. Тех. Видите. Жизнь. Это веды руны. Они крутятся. Если у вас есть веды. Знания. Если вы вед русы. Веды еще русы. У вас есть мы взаимность. Видите, это руны. Они крутятся. Если у вас есть веды знания. У вас есть взаимность. Дух, душа, тело. У вас гармония. Духовная, душевная, физическая. У вас дети. Мама, батя. Вы пользуетесь авторитетом. Вы глава рода. Мы взаимность. И тогда матерь, матка, энергетический центр. Видите. У пчел матка. У женщин матка. И такая, как наша Мидгородземля. Нигде такой нет. Видите, вместилище разума. Вот оно. То есть, что вы в землю посеете, то она родит. Посадишь арбузик. Будет арбузик. Ягодка, ягодка. Яблочко, яблочко. Кедрик, Кедрик. Видите, как все просто. Вот это и есть местилище разума. Это и есть дух. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. А люди элементарно вещи не понимают. Шизотериками стали. Религиозными фанатиками. Это все мясо. То есть, их используют и выкинут. Матерь, матка, энергетический. То есть, если у вас есть веды, знания. У вас есть взаимность. Есть матерь, матка, энергетический центр. Это совесть. Вот она совесть. Если у человека есть совесть, он никогда издеваться не будет. Никогда убивать не будет. Насиловать, грабить не будет. Только слабым духом людям. Русь никогда не будет. Ведающий Рус, он уважает жизнь. Уважает других. Уважает все жизни. Поэтому союз коренных народов. Ведической Руси. Союз. Мы все ведающие Русы. Пруссия, Поморская Русия. Эль-Балаба, Паруссия. Киевская Русь. Русины. Русь. А это убрали. И только тогда у вас СС. Чистота души и тела. СС. Чистая душа, чистое тело. Если у вас больные тела. Если у вас выводного. У вас не может быть дух. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. И один в поле воин, если по-русски скроен. Как говорим. Наше дело правое. Победа будет за нами. Мы вещи Русы. Мы ведрусы. Ура. 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 Но. Умирать у нас народ научился. Нужно жить. Даже вот военный профессионал. Олег Геннадьевич 15 лет форму носил. Служил в Афганистане. Был в горячих точках. В Чечне. Осетия. Ингушетия. Москва. 93-й год, когда Верховный Совет расстрелил. Любой профессионал должен выполнить задачи. А не остаться в живых. Любой. В любом деле. Если ваш род охраняет. Предки охраняют. С вашей головы волос не упадет. Если вы пользу какую-то принесете. Вот это и есть СС. Чистота души. Видите? Веды, познания. Мы взаимность. Матерь, матка, энергетический центр. Совесть. СС. Чистота души и тела. Вот оно. Это О. Постоянство. Это У. Это Ю. А это то, что люди называют ФВ. Фольксваген. Вот если вы посмотрите. Вот видите. Взаимосвязь постоянная. ФВ. Это вот Этрусские руны. Поэтому вы можете прочитать путями великого россиянина Александра Семеновича Ванченко. Вот она эта книжечка. Здесь все есть. Руны Этрусские руны. И чтобы вам все пазлы у вас сошлись. Как сказочку. Серия Звенящие кедры России. О роде Анастасии. Вещих русов. Ведрусов Анастасии. У нас говорят нет таких ведрусов. А если наследник ведической Руси. Он как называется? Ведрус. Предавший раз. Предаст и еще. Поэтому все славяне. Я говорил и говорю. Славян создали иудеи. Славяны это жидовский проект. Славяны после 1917 года. Посмотрите на Украину. Вам далеко ходить не надо. Что? Не славяне. Славящие яны. А что? Русы якобы славяне. Видите? Русских убивают. Запретили русский язык. Запретили русскую культуру. Русский народ не является коренным. И вот вам война. Иудейская РФ. Иудейская Украина. Польша разве не славянская? А болгары. Я был в Болгарии. Те же цыгане. Братушки. Видите? Прибалтика. Поэтому вот оно славяне. Для этого у вас принцип разделяй. А были бы русы. Разве рус русского бы убивал? Если бы один язык. Одна культура. Обыча. Традиция. Трусский рун. Разве люди бы убивали? Поэтому все. Кто славит богов. Славящие яны. Или все. Кто славит. Слава Украине. Героям слава. Вы войну. Вы что делаете? От русов. То есть вы отказались от корней. Вы предали. Ладно. Те славяне. Кто русского языка не знают. А если вы по-русски говорите. И себя славянами называете. И говорите. Что все от славян произошли. И вед русов нет. У ведающих русов. Наследника ведической России. А славяне есть буддисты. Есть кришнаиты. Есть шиваиты. Есть гностики. Есть нумерологи. Торологи. Шаманы. РПЦ. Якобы русская православная церковь. Греко-византийская ортодоксальная церковь. Нас никто православными не называет. Нас я ортодокс. Откройте мне новый завет и ветхий завет. Покажите мне хоть одно слово православия. Покажите мне хоть одну икону. С ликом русским. Русским. Нет. Семитохамидские лики. Библия, история иудейского народа. Талмуд, история иудейского народа. Коран, история иудейского народа. Один народ. Это их жрецы вывели. Один народ Богом избран, а остальные рабы. И они дали вам культуру. Дали вам свою идеологию. Вы стали рабами, они захватили финансы и вами манипулируют. Видите, как все просто. Поэтому пока вы не будете ведающими русами, ведрусами, наследниками дичьской России, вы в этой жизни плохо закончите. Вот сейчас тысячи будут инвалидов. Самовары Зеленского, самовары Коломойского, самовары Сефардов, самовары Ашкенази, самовары иудейских олигархов. После Второй мировой войны это были самовары Сталина. Сейчас самовары Хазарского Каганата. Вы думаете, я просто так шучу? Вот если кто христианами сейчас считает, христанутыми, для чего у нас разрушили десятки тысяч деревень, школ, библиотек? А сделали религию рабов. И вот она, вот это христограмма. То есть она везде. В храм как заходишь, везде на алтаре. Алтарь, алтай, аллилуйя, аллах, алес. Алл это местилище разума любви по этруским рунам. Вот она христограмма. А знаете, что здесь написано? Кстати, был Николай Второй, затем был еще один и был, крайне был Степашин, кто вот этого, палестинское общество. А сейчас я вам прочитаю, что здесь написано. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь. Так вы кому поклоняетесь, кому силу отдаете? Сион, Иерусалим, а это кто? Израиль. Глаза-то откройте. То есть вы рабы, рабов, жрецов. Поэтому все, кто христонутый, христограмма, я вам сразу говорю, как сказку воспримем. Вы рабы иудеев, и поэтому вы мясо. А так как они воевать особо не хочут, посмотрите на Гундяево, посмотрите на церковь, посмотрите на эти иудейские лики. Все священники, они иудеи. И они тяжелее писки. К тому же ЛГБТ, лесбиянки, гей, бисексуал, трансгендерные люди. Что у нас депутаты Госдумы в основном, за редким исключением, иудеи, ЛГБТ. Что Совет Федерации, что министры РФ и иудейской. Что губернаторы, мэры, видите как все, и олигархи кто, иудейские. Что вы без меня это не знаете, а как? А вы сами волю отдали, вот они. Православие, бред. Откройте мне Ветхий Завет или Новый Завет, покажите мне хоть одно слово православие. В Библии это история иудейского народа. Там нету китайцев, нету германцев, нету индусов. Это история одного иудейского народа. Богом избраны остальные рабы. То есть, чтобы вас нагнуть и чтобы вы стали рабами, поставить вас на колено. И вы встали. Следующее. Вот Сион, сейчас идет война. Видите, Сион. Сейчас Зет вот это. Это символ Сиона. И вот сейчас на технике, вот видите, вот оно, техника. Если вы все эти знаки наложите, треугольник, круг, Зет, получается Сион. Это Сион. Это вот это Сион. И это Сион. Это символ Сиона. Отсюда Сионисты. Поэтому вы поклоняетесь Сионистам. И вы волю, силу, энергию, деньги отдаете Сионистам. Что здесь написано? Разгадана тайна маркировки военной техники РФ. Техника вооруженных сил РФ в военной конфликте маркируется латинскими литерами. Зет и В. И знаком треугольник. Шахер Махер. Это на иудейском. Абра Кадабра. Моисею Парагам. Хоп. Еще раз. Хоп. Моисею Парагам. Абра Кадабра. Шахер Махер. Наложите все фигуры друг на друга. Какой знак получается? Вот. Поэтому на Украине воюет колония России. Армия обороны Израиля. Видите? То есть вас опустили через христианство, через веру, через религию. А вера это ведущие, три единства, родовое вместилище разума. А вы, кстати, Иисус Христос Богом не назывался. Он говорил, я Иисус Христос, Сын Божий. И он говорил ученикам, в землю хананскую не идите, идите в землю иудейскую. Я послан. Для заблудших овец Израиля. То есть христианство это для иудеев. Видите как. Даже раскол был. Олег Геннадьевич историк по образованию. Был. Раньше было, когда, да не коньянского раскола, когда старообрядцы были. Иисус Христос, царь славы. Никон вел Иисус Христос, царь иудейский. Кстати, когда вас ввенчают, когда вы креститесь, вас в рабство ставят иудейскими именами, вас к эгрегору, к иудейскому подключают. Доказательство легко и просто. Вот оно, символы. Это армия обороны Израиля. Кстати, была война в 1967 году. Была война шестидневная с арабскими странами. Это Египет, это Сирия, это Иордания. Ну их шесть стран было. И вот, вот эти символы были. Это первая рота, это бронетанковые войска. Вторая рота, третья рота, четвертая и пятая. Зет, видите? То есть, это заря свет знаний, он изурочен, образ другой. Видите, это постоянство, это местилище разума, но образы другие. То есть, иудеи, вот эти знаки. И поэтому, армия обороны Израиля. Что делает армия обороны Израиля в РФ иудейской, и в иудейской Украине? Кстати, Бандера и иудей, Шухевич и иудей. Конечно. Видите как? То есть, что делает Хазарский Каганат? Вот они, символы. А откуда они идут? Они идут с Третьего Рейха. Если вы посмотрите, был такой фильм. 17 мгновений весны не только. С Третьего Рейха. Вот он, Зет. Видите, машинка. Это 8 серия, 17 мгновений весны. А это гестапо. Шеф гестапо Мюллер. Броневой играл. И видите, символ, нашивка какая. Вот оно, видите? И вот Зет. Зет, это следующие прививки должны быть. Это смерть. То есть, когда был концлагеря Заксенск. И вот это утилизация на органы, утилизация на разные там. То есть, рабов. Видите? Вот оно, гестапо Третий Рейх. Поэтому Третий Рейх иудейский. Вы скажете, а откуда? Как это так? Гитлер иудей. Гиммлер иудей. Геббельс иудей. Канарий, шеф Абвера. Греческий иудей. Все иудеи. Так же, как иудей Ленин. Иудей Троцкий. Иудей Сталин. Иудей Брежнев. Иудей Горбачев. И так же, как современные все олигархи. Березовский, Ходорковский, Гусинский, Зеленский, Мединский. Польские евреи. Абрамович, Хеневич, Сацевич, Фридман, Гольдман, Фишер, Зельцман. Видите, иудеи. А они вам втуляют. Лбами столкнули. Рус-русов убивают. Одни себя россиянами считают. А другие, видите, идут с Третьего Рейха. Третий Рейх организовали иудеи. Не знали это? Вы будете ведать, знать. Вот она, флаг. Это 24 июня 1945 год. На Красной площади. Парад Победы. И вот Власовский знак. То есть, генерал-лейтенанта Власова, предателя. Видите? Белая, синяя, красная. Но это масонская. Это во Франции такой. В Чехословакии, в Словакии и так далее. Только там цветы другие. Видите? То есть, Победа Второй мировой войны. Вот предателя генерала-лейтенанта Власова. Золотов, кстати, внучатый племянник генерала-лейтенанта Власова. Откуда это идет? А если вы посмотрите. Временное правительство. Белая гвардия. Когда революция была в 1917-м. Гражданская война. Видите? Вот он. Треугольник. Нашивка. Белая, синяя, красная. Видите? Вот он. Видите, как интересно идет. Прикольный триколорчик. Что у временного правительства. Что у белых. Что у РОУ. Что у России. Так за что воевали наши деньги. Видите? А вы элементарные вещи не понимаете. Поэтому вы служите иудеям. Ведаете, вы не ведаете. А кто служит иудеям, они все плохо закончат. Будут рабами. Вот. Видите? Это. Третий рейх. Это Германия. То есть это герб Пруссии. Свободная земля Пруссии после 1933 года. Видите? Меч. На бранном поле. Бранные слова. Фаш-разрушитель. Тормоядерный огонь. Свасик. И вот они. Две перуницы. Видите? То есть у эсэсовцев подмышкой было две перуницы. Сейчас как вот этих всех фашистов, нацистов, экстремистов, этих маньяков. А их раздевает. У них свасичные силы. У них кумиры, свастики. Так же как вот эти все кольца, серьги. Это все было у рабов. Чтобы было их отлавливать. Вот видите? Символ Третьего рейха. А это герб Германии в период с 1935 по 1945 год. Иудейский Третий рейх. Видите? Иудеи создали. А кто такие иудеи? Рабы и жрецов. Поэтому это все жрецы. Посмотрите на форум судебных приставов. На почту. Посмотрите храм вооруженных сил. То, что иудей Шойгу построил. У него дед чистокровный иудей. Там фуражка Гитлера. Одежда и так далее. Бюст Гитлера. Видите? То есть они потихонечку готовят для зачистки. А вот если мы посмотрим. Видите? Герб Пруссии. 1871-1914 год. То есть откуда герб Пруссии? А это как раз Арконский орел. Я вам сейчас если найду. Не суть важна. То есть видите? Герб Пруссии одноглавый был. А это свободная земля Пруссии в составе Вермарской республики. 1918-1933 год. Видите? Еще одноглавый. А потом сделали двуглавого цыпленка. Если вы посмотрите герб Австро-Венгрии. Видите? Двуглавый. А это герб России. Колония Израиля, Великобритании и США. Поэтому деньги можно только в колонии. Главная синагога это наша кривить. И цыпленок гони. Нет таких в природе. Я вам сейчас руны показывал. Это и есть оккультный нереальный мир. То есть людей вывели на это и манипулируют. Скажите, откуда это все идет? А это все идет от христоносцев. Видите? Если вы смотрели там псы, там их называли там Ледовый Побойщий, Александр Невский. Это вот Ватикан как раз. Если вы посмотрите на награды современной иудейской эрефии. Вот такие символы креста. И, кстати, у белогвардейцев такие же были. Потому что уже 300 лет оккупирована Ведическая Русь. Вот этот герб. Это кто за гробом Господнем ходил. Это Мальтийский орден. Кстати, Мальтийский орден, я всегда говорю, видите, монах. У Шойгу такой же орден, начальник генерального штаба. Это в колонии он может быть военачальником, полководцем. Такой же орден у Бориса Абрамовича Березовского, у Шварнадзе. Кстати, такой же орден был у Назарбаева. Такаев это его сыночек. Вы просто об этом не знаете. У них все семейка. У них кругом родня это все. Придет время, вы это узнаете. У кого еще такой орден? Ну, у Лукашенко такой же орден. А это кто? Это тамплиеры. Это якобинцы. А это тефтоны. Видите? Вот они, рыцари. То есть, какой был образ? То есть, они должны были идти на войну. И считалось на Иерусалим. Помните? И считалось, если они идут в Иерусалим на одежду, на кресты, и они освобождаются от своих грехов. То есть, человек идет убивать и освобождаются от грехов. Так же, как вы идете мощам, воду, черной магией занимаетесь, вы очищаетесь якобы от грехов. Вот это называется НЛП. Неролексическое программирование. Видите? Сейчас ордена. Кстати, орден мужества, если вы посмотрите. Такой же орден, только он был без планки. Это был железный крест в Третьем Рейхе. А если особо отличившимся, это высшая награда Германия. Она была с дубовыми ветвями, этот крест. А если еще бы отличившись, с бриллиантами. Видите? Да кто наследники? Кстати, вот этот орден замужества. В 1994 году. И когда после переворот сделали вот так. Рефия, чья колония. Видите, как элементарные вещи, когда ты это понимаешь. А где они? А вот они, Ганеши. Видите, поганые потомки Ганеши. То есть, бог богатства ездит на крысы. Почему я украинцев называю Ганеши? Потому что украинский язык придумал Пантелеймон Кулешов. А у Кулешовка надергали отовсюду. Изуроченный русский язык. И трезубец, Шивы, трезубец, Нептуна, Посейдона. Если вы на Ганешу посмотрите, у него такой же трезубец, как у Украины. Которые иудеи Бандера, иудеи Шухевич. Но никто не говорит, что они иудеи. Поэтому Украина, вы Ганеши. Русский язык не является коренным народом. Раз. Второе. Запретили русский язык, русскую культуру. Сейчас Пушкина убирают. То есть, вы стали Ганешами. Вы от своих предков отказались. Поэтому вы себе подписали смертный приговор. Так же, как германцы. Были херманцы, пошли войной на наших дедов. Наши деды их назвали немцы, немые отцы. Кто идет войной против родителей, вы всегда проиграет. Вы можете на себя, любимых, кто нас смотрит, посмотреть. Если у вас проблемы в личной жизни, не можете семью создать, ребенка родить. У вас проблемы с родной мамой и с батей. Пока вы с мамой и с батей, вас не будете уважать. Айцо курицу не учат. Родители нужно принимать как есть. А когда вы обижаетесь на родную маму батю, это наезд на бабушек, дедушек. Значит, бабушки и дедушки зря родители родили. Но если бы их зря родили, нас бы не было. Логично. Поэтому родители главные учителя. Они учат, как надо делать, как не надо. Вот они, Ганеш, вот телец. Видите, золотому тельцу. А вот лев Шри-Ланка. Ношел Шри-Ланка. Приземлился в Айтмарра. Инопланетный корабль. Я вам Рамаяну Махабхарату рассказывал. Хагавад-Гиту. И была война Бога Рамы с демоном Мраваны. Бога Рама. Кто Кришне поклоняется, у них Бог Рама. Или Кришна супруга Сита. Он там Рама. Кто Шиви? Шива Сита. И вот стали якобы таких Ганеши рождаться. Бред. А вот они были дети. Вот это Макош, Мать Ковша, Большая Медведица. У нас не 12 созвездий, а 16. То есть помимо 12 на востоке у нас Кассиопея. Это Алада. Цифей. Сварок. Макош, Мать Ковша, Большая Медведица. Вы как Вышень Всевышний называете. Либо Кришна, либо Рама. Либо Бог Вышень. Бог Слави. То есть супруг Макош и Вышень. Вот они русы. Видите, правая рука. Видите, меч острым вниз. Сохрана знания, охрана мудрости. Это образы. Это Константин Васильев картин. В 1969 году. А это Сканда. Он же Скандинавия. Он же Велес. Вот это копье, что Георгий Победоносец побеждает дракона, оно называется копье Вель. Там детьма невежество. Он кидает, она всегда возвращается. Это мыслительная энергия. Вель. Отсюда Велес. Отсюда Оэль, Шотландия, Шкотландия. И в память об этом. Викинги, Варяжки, Абалтийское море Варяжки, морем назвалось. Кто на берегах Варяжкового моря жил, носили рогатый Шулома. Но это обрядовый. Это просто, это не боевой. Рогатый, это образы. Видите, если здесь файлосная система, Макош, мать Ковша, Вышень. А это Велес. Он же Скандинавия. И когда он победил Ариманов, китайцев, 7530 лет от сотворения мира в Звездном храме. То есть мирный договор был. И Сканда увел свои, Велес, увел свои роды в Скандинавию и сказал, мой дух будет охранять Скандинавию. Сканда, это Сканда, он же Велес, он же критика, дитя, плятый, это малая медвейца, корова Зимун. Поэтому в честь коровы Зимун, малая медвейца, рогатый Шулома и Сканда, Скандинавия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Ее называют Скандинавия. Кстати, там даже деньги свои, кроны, там не евро. Видите, как элемент. И вот левая рука, видите. Поэтому германцы кресятся слева направо. А православные, так называемые, ортодоксы, справа налево. Видите, левая рука, правая. Это образ. Но на этот центр можно воздействовать. Пришел Волк, шесть сказят съел, седьмой в печку спрятался. Только на харизму нельзя. Сказка-репка. Репка, бабка, детка, внучка. А где мать с отцом? Преорвана родовая преемственность. Маму отца заменили религии, церкви, духовники, политработники, бизнесмены, депутаты, министры, губернаторы и так далее. Добавляем мать с отцом, получается девять героев. Понедельник, вторник, третийник, четверик, пятница, шестица, седьмидца, осьмидца недели. Поэтому украинцы, украинство вы гоняши. И поэтому пока вы не будете русом, ведрус, войну проиграете сто процентов. Вас и от Одессы отодвинут, от Николаева. Иначе эта война будет еще годами продолжаться. Киев, он никому не нужен. Олег Геннадьевич, стратег. Мы ведрусы, вещи русов. Олега Геннадьевича, жреческая основа знаний. А все, кто себя христианутыми считает, христианами, православными. Вот оно. Вы Бафомед, Магомед, мусульман-магометяне. Видите? Когда, кстати, человек крестится, он на себя накладывает пятиконечную звезду. И вот у медиков такая ведьма, чепаловая система, Бафомед. В греческой мифологии это бог пан, якобы бог люби ко всем приставал. Вот вам групповухи, вот вам ЛГБТ, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные люди. Если вы, кстати, вот так перс поставите, у вас козлоликое божество. Кстати, если вы посмотрите на партию Единая Россия, вот этот медведь, там вот этот Бафомед. У мусульман Магомед, поэтому их называют магометяне. Вот у Папы Римского, посмотрите, посох. Вот такой же подмачу, половая система. Белая ермолка. Папа Римский необрезанный. Иудеи обрезаны, носят черную ермолку. То есть у них на восьмой день успевают три чакры только открыться. Им вкладывают программы, и они будут рабами жрецов. А Папа Римский, левиты, род левия, носят белую ермолку. Видите? Вот они, о чем я вам и хотел сегодня это рассказать. Сейчас, вот она христограмма. Видите? Вы думаете, я что, шучу? Это в христиансе основной символ. Вот она. Да, я понимаю, что это руна. Но это альфа, это видите, а, изурочено. Там палочки нет. А это омега, альфа, омега. Кстати, это вот, есть такой Куланов, я смотрел, ну, я не моряк. Вот, якобы вот этот символ накладывали на корабли, моряки. Доля истины в этом есть. Но факт тот, что что здесь написано, не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь. Поэтому Хазарский Каганат, Украина. Поэтому армия обороны Израиля. Видите? Вы рабы. Вы ганеши. И вы, кто вы? Вы магометяне. Вы бафомет. И дальше вами все манипулируют, все, кому не лень. Напридумывали всякую хрень. Символы. Вот оно, шестиконечное и так далее. Вот оно, двуглавый цыпляток. На самом деле, это принцип золотой сечения. Я это говорить не буду. Число человека. Видите? Вот оно, пятиконечная звезда. Это вы понтакль земли называете и так далее. Это отдельная тема. У нас сегодня вот оно, все разные символы. Масонские, циркули и так далее. Вот он, пятиконечная, Пентагон. Знак качества был. И так вот людьми манипулируют. Через ЛГБД, через заднее проходное отверстие. Делают лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгердерных людей. Вот, видите, о чем я говорил. То есть, если вы вот так возьмете, вот они сейчас показывают, и посмотрите на стену, у вас на стене отобразится вот это козлоликое божество Бафомед, Магомед. Вот он, видите, тень. Вот вам христоносцы и так далее. Видите, все на Русь ходили, хотели Русь завоевать. Вот вам Сиона, армия обороны Израиля. Вот вам Зет, это символ Сиона, колонии Израиля. Вот вам козлоликое божество. Сейчас я хочу его найти. Просто у меня тут. Вот она тень, и получается вот такой Бафомедик. Магомед. А это на основе как раз это наш сворожий круг, это символ рода. И вот это три шестерки, видите, циркуль. То есть, это жреческий магический квадрат, девять чакр человека, девять стихий. Поэтому у масонов такой циркуль. И вот здесь Джи, видите, это пять. Это кто в кресике нолики играл, кто кресик в середину ставит, тот выигрывает. То есть, у нас это на второй ступени, это нумерология ведическая, мы ее рассказываем. Но это отдельная тема. Те люди, кто под манипуляцией, кто под эгрегорами, кто Ганеш и Бафомед, она воздействует. Если вы никого копировать не будете, если вы образ и подобие рода, природы, вы, жизнь новая, неповторимая, такой не было и не будет. И никогда копировать не буду. Вами нельзя манипулировать. И двойника не подготовят. Двойника могут, кстати, двойник стоит 250 миллионов долларов. И вот они сейчас, вы посмотрите, на Путина наезжают. Я вам говорил и говорю, его давно нет уже. Иудеи управляют раввины. Хаббат, хасид. И пока мы в этом не разберемся, мы разберемся. 2022 год он основной. Вот он вам, третий рэх. Вот вам знак Ви. Вот вам Зет. Видите? Вот вам тоже двуглавый цыпленок. А это символ Америки, США. Видите, одноглавый? Арконский орел. Видите? Здесь оливковый ветк. 13 веток. 13 стрел и так далее. Но это уже для шизотерика. Кто живет в оккультном нереальном мире. Вот если вы посмотрите, вот 1919-1934 год. Это Австро-Венгрия. Видите? Был одноглавый. Видите? Серп и молот. Если вы думаете, что в Советском Союзе вы... Это же было в Латинской Америке прокатано. Когда Тартарио разгромили. Там тоже Русь была. Поэтому там много старообрядцев живет. И затем, когда сделали цыпленка, 34-38 год. Видите? Уже двуглавый цыпленок. Поэтому Австро-Венгерская империя называется Остерайх. Вот оно. Двуглавый цыпленок. И вот российский. Влад. Предатели. Генерал-лейтенанта Власова. Поэтому у России это оно. Это чебурашки. Кстати, чебурашка. Че? Да? Ебурашка. Это не я придумал. Вот откуда Галустян взял. Рашка. Рашка откуда? Чебурашка. Иудей этот мультфильм создал. То есть Чебурашка всех любил. Хотел со всеми дружить. С ним никто не хотел дружить. И в советское время бутылки из-под пива назвали Чебурашка. Рожденный пить любить не может. Чебурашка. Ебурашка. Видите-ка? А вы думаете, что это че-то? Вот вам Рашка, Рашисты и так далее. Вот так они измываются. А были бы вы русами. Здесь русский долг. Здесь Русью пахнет. Были бы вы ведрусами. Никто бы над вами не издевался. На Олегом Геннадьевичем же никто не издевается. Вот вы задаете вопрос. Мало смотрят. Так нас банят. У меня уже знаете сколько ютуб каналов позабанили. Но суть не в количестве. Суть в качестве. Поэтому вот используйте свастичные символы. Их 144. Это чтобы вам понимать. Это динамика. В природе нету алгебры. В природе и динамической геометрии. Был такой Анатолий Федорович Черняев. Это свадебник. Это крест Лады Богородицы. В обратную сторону калядник. Это духовная свастика. Это небесный век и так далее. То есть свастичные наши символы ведической Руси. Как они людей дурили. Вот кстати. Вот Барбаросса. Вы знаете был план Барбаросса. Видите рыжий. Как говорил Петр Первый. Рыжих косых кривых картавых на службу не брать. Бог шальму метит. А вы знаете что многие равины буквы. Меховая хвалюция. Вот видите. Видите рыжий. План Барбаросса. Рожден от иудейки, от еврейки. Поэтому у нас либо не иудеи. Что здесь, что в Германии. То есть они практически весь мир взяли. Пока. Они думают что они манипулируют. И у него жена Барбаросса еврейка. Иудейка правильно. А чтобы от иудеев они евреи. Европа евреи и так далее. Это иудеи. Потомки 12 колен Израиля. Вот это Барбаросса. План Барбаросса. Вторая мировая война. Доходим до Урала. Дальше святая земля. Вот это кстати картина Константина Васильевна. Вот это Барбаросса. Мама иудейка. Шухевич иудей. Бандера иудей. Видите. Поэтому Ганеши. Поэтому Украина плохо закончит. Верите вы, не верите. Вы поперли против своих предков. У вас нет родовых корней. У вас нет родовой защиты. И вас зачистят. То есть изначально это все. Книжки Владимира Мегре. Она, я ее прочитал первую в 1996 году. Или даже в пятом. Да, еще у меня дочки Марии не было. Их вышло 10 книг. Анастасии очень важно было, чтобы Мегре написал книги. Но когда он сказал, что у Анастасии нет образ, дед сказал. Ты что, пришел узнать, предавать Анастасию или нет? Предавший раз, предаст еще. Но они разберутся. Это их не семья. То есть изначально вышла вот эта книга. Затем в 90-е годы вышла книга Аз Боговедую про Хазарский каганат, сокровище Валькирии, Сергей Трофимович Алексеев. Это людей потихонечку подводили к богам. Им показали, знали, что они талантливые писатели. И надо было, чтобы люди от Советского Союза, от атеистического, ушли опять в религию. Затем написал книгу Юрий Сергеев, трилогия, их все читал, называется «Княжи остров». Красиво, хорошо написана книга. То есть почему? Объясняю. В советское время были, конечно, человек, произошел от обезьяны по Дарвину. А нужно было людей, чтобы власть захватить. То есть это долгоиграющая пластинка была. Когда сделали революцию, они всю элиту русскую позачистили, основную, которая была. Был Советский Союз. И после развала Советского Союза в 91-2-3 год олигархи все переиудеем капитализм. То есть образ сработал. Для чего? Чтобы перехватить. Поэтому у нас в России все иудеи управляют. Дежурная жопа, козлы отпущены. В Украине тоже. И они же волшебные уколы придумали. Они же придумали QR-коды, намордники, рабов, то есть убрать. Цель русских. Как Гитлер, Иудей Гитлер, когда напал, третий рейх иудейский. То есть против Советского Союза воевало две социалистические страны. Союз Советских Социалистических Республик, Национал Социалистическая Рабочая Партия Германии. И в Третьем Рейхе вся Европа была, как сейчас после России. Бойска НАТО в Мариуполе, генералы, полковники там сидят. Олег Геннадьевич запустил, чтобы они не свалили. Они сейчас купят. Потому что у меня есть основания полагать, чечену могут продать. Я в 90-е годы служил в ОМОНе, в милиции. И когда наркота пошла через Чечню, всю наркоту по России сопровождали чечен. И торговали цыгане-азербайджанцы. Были коммерческие киоски, чтобы денег дать, сказали, чтобы народ зазомбирать. На каждой остановке общественного транспорта должен стоять коммерческий киосок, где будут круглые сутки торговать водкой, сигаретами. И наркотой торговали. Гашиш, марихуана, героин захлестнул откуда? С Афганистана откуда? Через Чечню. Очень много картин поувезли через Чечню. Почему, когда началась война, и разбомбили. Также фальшивая виза через Чечню. А кто Гитлеру коня белого подарил? Чечня. Почему Сталин выселил? Кстати, тоже Джигашвили, сын еврея. И поэтому, если предательство будет только чечен, Олег Геннадьевич не верит им. Ногчи. Колено Вениамина. Войнахи. У них написано Войнахи. В паспорте у них Ногчи, не чечен. И они рады такие. Потому что там войска НАТО, генералы, полковники. Они должны миллиарды заработать. Либо их через блокпосты купят. Либо на подводной лодке вывезут. Либо на корабле. Вот посмотрим. Так нет. Но мы спросим. С нашего спецназа, гору ведру спросим. Ведрусов. То есть, вот эти книги вышли. Затем. До этого вышла книга Багавад Гита. То есть, когда наркота. Сколько я Кришнеитов знаю. Мужики особенно. Они курят все. Косяки. Гашиша. Сейчас на кокаине сидят. Как Зеленский. Иудей Зеленский. Педофил. Наркоман. Кокаинщик. Арестович. Кто с ним? Люся Арестович. Они любовники. Он активный. Тот пассивный. Оба педика. Поэтому Зеленский. Ходорковский. Гусинский. Березовский. Мединский. Это все польские евреи. Все иудеи. Пока дело в том, что если вы в этом не разберетесь. Вы причинно-следственную связь не разберетесь. И вот Багавад Гита. Вот эти Ганеши. Боги с четырех руками. То есть, людей потихоньку отвели. Готовили к шизотерике. Багавад Гита их по психушкам прятали. В 80-е годы. И вот большую лекту внесли. Шри Шримак Прабхупада. Ему было 61 год. Он приехал в Америку. ЦРУ прокатало. Все хиппи. Вот эти наркоманы. Алкашня. И вот. Одни секты Егова. Это вот как раз на Украине вот эти все были. То есть, для чего? НЛП. То есть, манипулировать, чтобы человека подвести к Богу. Этих четырех руким, шизотериком подвели тех к Богам. То есть, в советское время был человек от обезьяны. А сейчас от Бога. Какой Бог? Если мы березу все одни видим. Медведя видим. Человека. Кедр. А Бог каждый. Кришнеид видит четырьмя руками. Мусульманин видит своих святых. Христианин своих святых. Кто что пообкурится, кто что обожрется. И за Бога убить готовы. То есть, это стали идолопоклонники. А когда иудеев их Бог наказывает? Они сами говорят. Когда они занимаются идолопоклонством. Когда они отходят от живого Бога. От живого рода природы. Поэтому они стали идолопоклонники. Христианская церковь идолопоклонники. Человек идет свечку ставит. И чтобы икона помогла. Так она не живая. Но вы фанатикам это не говорите. Вас порвут. Помните, я вам говорю, кто такие фанатики? Это истинно верующие люди. Они верят в какую-то идеологию. В Богу. И не приемлю чужую точку зрения. Мне вот пишут, как вторую половинку. А ты не найдешь вторую половинку. Ты фанатик. Поэтому ты не нужен. Потому что вы начинаете учить, лечить. Человека нужно принимать, какой ты есть. Внутренний мир отражения внешнего. Начинайте с себя любимого. Если вы начнете советовать, командовать, то с вами с дурачками жить будет. Баба Ига, герой, говорит. Назад не оглядывайся. А каменеет. Кришна. Перун у вас все впрок. Кстати, Перун, путь три единородов движения наших. Вы в прошлом богами были, а в будущем в рай попадете. Видите? И вы в прошлом застряли, у вас душа каменеет. А кто с булыжником будет жить? Да никто. Вы никому не нужны. Вы фанатик. Потому что у вас нету три единства духа, души и тела. У вас тело отдельно, душа отдельно, дух от дела. Вы ганеши. Вы гермафродиты. Вы барбаросы. Основная масса, кто не может создать семью. Это просто, я знаю, паренек, он всегда так пытается это. Бот, походу. Или кремлебот. Или же дёныш. Служит. Поэтому, вами очень легко манипулировать и управлять. Дальше, чтобы людей к богам подвезти, вышла книжка «Удар русских богов». У нас же свои боги, славянские боги, русские боги. И здесь вот она «Бей жидов, спасай Россию». Очень многие по 282-й статье её называли русской. Кстати, её, этот, сейчас вот, хотел вот он людей травить. Но я думал, он уже в Израиле. Забыл фамилию. Напомню. Дочка у него ещё. Был депутатом. Иудей. Мордоворот такой. Отец антирусской 282-й статьи депутатом. Шпигель. Вот, Шпигель. Видите? Есть и журнал «Шпигель». И у него дочка жидовка Шпигель. Вот он отец 282-й статьи. И вот это все Израиль. Визы, это вся прививки, вот эти волшебные колы. С Израиля идут, там делают, а здесь развивают. Кстати, Гинсбург уже сделал назальную. Людей травить. Скоро анальную вам сделают. И вас всё равно, они не успокоились. Они как у власти иудеи были, так и остались. Пенсионный возраст, как подняли, они не убирают. Они так и сидят. Не на войне, так они сейчас третью, пятую. Пока вы эти вещи понимать не будете. Пока вы будете друг с другом. Воевать, уничтожать, пока будете друг на друга. С богами носиться, с обезьянами, с инопланетянами, с кулонами. Они вас будут манипулировать. Поэтому, да, русских богов в 1999 году у нас свои боги, у нас русские боги. То есть, раньше от обезьян, а сейчас от эфемерного бога. О чём мама-батя не нравится? О чём вам предки ваши не нравятся? Вы от какого-то бога. Это и Грегоры. То есть, это идолопоклонство. Это эзотерика, шизотерика. Это оккультный нереальный мир. Очень многих ребят по этой книге посадили в 90-е годы, в начале нулевых. Затем вышла книжечка в это же время «Славяно-арийские веды». Александр Юрьевич Хеневич, якобы приехал он с Израиля. Но я с ним лично знаком. Я эту книжку читал, мне она интересна. Здесь очень много свастичных символов. Тут боги родословные. Рамха, род-породитель, род Ингл мне не нравится. Вышень, Сваров, Перун, Лада. Я много чего ведаю. Вот эти мне на душу свастичные символы. Но ложатся, видите, уже славяно-арийские веды. Видите, русского нет. Проект джидовский. То есть все, русского убрали. Нету русского. Христиане мы, верующие, боги. Русского нету. Затем появился Алексей Васильевич Трехлебов. Кощунный финис. Ну здесь про серых, все. Мы славяне, славяне. Вышло в 2003 году. Клоуны и так далее. Серы, анунаки, рептилоиды и так далее. И пошло. Потом их судить стали, по судам таскать. Следующая вышла. В общем, Шук тут же в это время родился в семье дипломатов в Китае. Затем хронолог и эзотерический анализ развития современной цивилизации. Гай, Сидоров, Картавы, Полуалфавита. Тут же иудей, Сандуков. Славянский Кремль, Сандуков. Видите? И вас всех славяне, о чем русское не нравится? Предавший раз, предавший еще. Мы не славяне, мы русы. Здесь русский дух, здесь русю пах. Мы русы, мы вещи русы, мы ведросы. Я, Олег Геннадьевич, никогда славянином не был. Я что, с дуба рухнул? У меня в свидетельце рождение написано русский. У меня мама русская, батя, бабушки, дедушки, все русские. А вам не нравятся русы? Вам не нравятся ведущие русы? Вы славяне. Поэтому многие люди попали. Но в этом году, 2022 год, он коренной. Все хорошо. На земле миллиардный рубеж. Пришли сильнейшие души родоначальники своих родов. Кстати, в 1999 году моя любимая книжка «Танец Шивой». Написал «Шивая Субрамуня с вами». Кстати, в Киеве выпущена книга, в Софии издательство. Вот эти многие книги показываю, они с Украины. У нас они запрещены. Все, что я показываю, экстремистское. В 2001 году он приехал в Россию, в Санкт-Петербург, в Москву и умер. То есть его здесь отравили. В Иудейской Рефе. Кстати, очень замечательная книга. Одна из моих любимых. Если хотите во всем разобраться, но ее нужно по одной шлоке в день читать. Иначе крыша съедет. Вы начнете видеть, голоса слышать. Если образ жизни ваш соответствует. Не пить, не курить, наркотики не употреблять. Видите, как все. А для чего? А чтобы отвести вот от этой книжки. Анастасия Владимир Николаевич Мегрец, что ведруса. Знаете, за чего ее ненавидят? И всех, что она называлась ведруса. Ведущая руса. Рус. А иудеи трясет. Посмотрите, как они русов ненавидят. Посмотрите, как русских ненавидят. Сейчас Украина попадет и Польша. Вы все попали. Все попали. Пока не будете ведрусами. Ну, в принципе, что я вам хотел рассказать. Я вам рассказал. Поэтому вот они славяне. Вот они христиане. Вот они ганеши. Бафометы. Магометы. Вот они. Мужкое женское нянь. Мужкое женское. Мужкое женское. Там мусульмане. Где прошли. Коммунисты. Там звездочки. Яхал. Мужкое женское. Вот они ганеши. Бафометы. Что здесь нету? Духа. Дух вот свастичный символ. Поэтому благодаря свастичному символу Дух до небес. Поэтому сейчас ничего не могут на Украине сделать. Да, люди фанатики. Да, у них мозгов нету. Они за свою родину. Якобы за Украину. Хотя Украины нет. Они это все поймут. Разберутся. Всему свое время. И пишите свои родовые книги. Олега Геннадьевича. Трилогия семейно-родовая. Видите, это руны этрусские. Это наш. Скедра сделан. Это перуница. Вот он символ рода. Это третья книга. У нас три. Первая. Руны, чакры, свастики. Вторая. Оцеление по здоровью. Это древо рода. То есть как детей рожать. У Олега Геннадьевича четверо детей. Все дети совершеннолетние. В тысячу раз умнее меня, здоровее меня. Поэтому Олег Геннадьевич не зря свою жизнь прошел. Вот такой документ. Удостоверение рода. Союз коренных народов Федической Руси. Союз коренных народов Федической Руси. Все народы нету выше, ниже. Союз коренных народов Федической Руси. Ну естественно основной язык русский, наше большинство. И русское будет. Но это не значит, что мы будем обзываться. Вы тоже можете. Зачем вы Мордва, Ногчи, Чечен, Ингуши, Удмурт. Зачем вы от своих предков будете отказываться? Если у вас язык. Язык вашей мамы, бати, бабушки. Вы должны знать обычаи, традиции, культуру. Если у вас 5-6 народов перемешанных, вы все дети должны знать 5-6 языков, 5-6 культур. Тогда вы возьмете все лучшее. Живи сам, дай жить другим. Союз коренных народов Федической Руси. Ну в принципе, что я хотел вам сказать, то я вам рассказал. А то в советское время человек от обезьяны, сейчас от Бога. И вы носитесь. Сионизированное иудейское жидовское. Ну в принципе, и все. Ты что-то пишешь, Екатерина? В принципе, и мы заканчиваем. Поэтому все, что вы сегодня услышали, воспринимайте как сказку. Понравится, примите, нет в сторону. Можете видео делиться, распространять. Что Олега Геннадьевича банит. Я-то правду говорю, я не боюсь. У меня совесть, честь, правда, справедливость. Я веду, где говорить, о чем говорить и с кем говорить. У меня, когда нас будет 50% плюс один человек вед русов, едущих русов. Совесть коренных народов Федической Руси. Тогда будут изменения. Распространяйте, делитесь. Фильм скачивайте. Можете на части разбивать. Закачивайте себе, распространяйте. Чем быстрее будет нас больше, тем лучше. Потому что Олег Геннадьевич, пока у меня совесть чистая. Вот сейчас я еще март-апрель. И буду с собой любимым заниматься. Потому что у меня по плану, кое-куда мы хотим уехать, не буду говорить, куда, это секрет. Поэтому, если у кого есть желание, приезжайте на Академию. Ведическая Русская Академия Род и Природа. Если у кого нет возможности, дистанционно ответим на любые вопросы. Родную связь восстановим. Любую. Дух, душу, тело. Три дня и три ночи. Как Иисус Христос, Сын Божий, говорил. Я храм разрушив, три дня сотворю нерукотворно. Храм это наше тело, где живет дух и душа. Поэтому Олег Геннадьевич никаких прививок не ставит уже 27 лет. Благодаря родителям, предкам, благодаря духовному учителю, наставникам Сечкину Сергею Александровичу. Он мне передал дар целительства. И второй у меня учитель, бабушка моя кровная, моего прадеда, племянница, притча на Анастасии Филипповна. Притча царя Соломона. Пупочек научила стать. Центр Хара характер, поэтому у меня характер через бабушку кровную, харизму через учителей, через кровных предков родовых. Желаем вам всем мира, любви, добра, здоровья, удачи, процветания, богатства. Родовых отчин, отчин имений, поместье, не менее одного гектара земли и денежных финансовых средств ежегодно по 180 миллионов рублей для обустройства качества жизни. Здесь и сейчас. Никуда с Руси не уезжайте. Союз коренных народов физической Руси будет. И Русь, и Украина, и Белоруссия, и Германия. Придет время, мы все объединимся. Но когда у нас будет 50% плюс один человек. Когда у нас здравомыслия будет. Трезвый, здравый образ жизни. Не пить, не курить, наркотики не употреблять, прививки не ставить, таблетки не кушать. ГМО не кушать, а то будете Ганешами, Бафометами, Магометами и так далее. Вот вам гибридная война, вот вам гибридная. То есть с вас делали со многих гибридов. Поэтому нет чистоты помыслов. Вы от рода от рода оторваны. Еще раз. Желаю вам всемиры, любви, добра, здоровья, удачи, процветания. Родовых отчин, в отчин, имений, денежных, финансовых средств, 180 миллионов рублей. Всем вам и нам. Наше дело правое. Любовь, совесть, честь, правда. С нами. Победа будет за нами. Мы вещи русы, мы ведрусы. Мы Олег Геннадьевич Панников. Аз Олег Геннадьевич Панников. Я Олег Геннадьевич Панников. Мы ведрусы, мы вещи русы. Мы русы. Ура, ура, ура. Благодарим. Академия будет 22 по 25 апреля. Русская ведическая школа Академии род и природы на Вятке. 22 по 25 апреля. И в мае следующее. 27 по 30 мая 2022 года. В три дня и три ночи мы будем находиться все вместе. Передача знаний за три дня идёт. Этого достаточно, чтобы дать основу. Сеансы целительства индивидуальные. Восстановление родовой связи, чистки от энергетических воздействий. Всё, что по роду есть. Проклячь, глазы, порчи и так далее. Это в три дня по энергетику убирается. Родовое вещь, послание каждому принято будет. Это для материализации вашего родового потенциала. Через наши порталы эта материализация к вам приходит на физическом уровне. То есть за три дня вы, можно сказать, по энергетике проживаете несколько десятилетий. Вам открываются эти знания. Кому-то в 70 лет, кому-то в 80 открываются в этой жизни. Кому в 50, кому в 30. Всех по-разному. У вас это просто экономия вашего времени. И вам все пути будут открыты по энергетике. Дальше только воспользоваться. Это выполнять рекомендации, чистки. Это всё для здоровья и развития духа, души и тела. И тогда все пути вам будут открыты. Медитации, семинары, общение, естественно, индивидуальное. И в коллективе группа небольшие собирательства, чтобы с каждым пообщаться, каждому время уделить. И чтобы получил каждый всё, зачем он приехал решить свои вопросы. Задачи, что сам пока ответить не может на них. И решить самостоятельно. Баня также входит в Академию в живой курс, в очный курс. Претворительная запись она обязательна. Номер телефона для записи. Программа. Кто не видел, интересует Академии. Подробнее вопросы, если ещё какие-то есть недосказанные. Номер телефона плюс семь девятьсот девятьсот девять сто тридцать три сорок три восемнадцать. Плюс семь девятьсот девять сто тридцать три сорок три восемнадцать. Ватсап, Вайбер и Телеграм. Изначально лучше писать. Если нет ответа, повторите. Помимо очного курса есть дистанционные встречи, консультации. Кого интересуют ваши вопросы индивидуальные. В соцсетях мы не отвечаем. Отвечаем только при живых встречах, либо онлайн. Если конкретный запрос про здоровье, проблемы у вас и так далее. Это всё требует времени, требует общения и конкретной, чтобы мы с вами пообщались и этот вопрос вы могли вам решить. Поэтому запись также обязательно по этому же номеру телефона пишите. Договариваемся по времени дать с вами заранее сеанса либо консультации, либо сеанса чистки. Восстановление родовой связи интересует родовые вещи, послания. Вообще по любым личным вашим семейно-родовым вопросам проблемы – это всё индивидуальное общение. Встречаемся по видеосвязи дистанционно в ДАПе, которые мы с вами индивидуально договоримся. Это ответ лично с вами. Ещё раз номер телефона. Плюс семь. 909-133-43-18. Ватсап, Вайбер и Телеграм. Пишите конкретный запрос, что вас интересует. Академия на Вятке, почный курс. Либо дистанционно. Конкретно ваш запрос, вопрос, и мы вам обязательно ответим. Ещё раз повторюсь, делитесь, распространяйте видео, каналы. Подписывайте авторов, ссылочки. И подписывайтесь на наши каналы, на наши соцсети. Если есть знакомые ютуберы, блогеры, у кого большая аудитория, также можете их про нас рассказать, про Олега Геннадьевича. Если им будет интересно, они с нами свяжутся. И, возможно, мы сделаем общую программу, передачу, эфир, как вы угодно можете сказать. И будет больший охват. И ещё. Кто в Кирове находится, у вас есть большая возможность. 18 апреля будет в Кирове. Магическое, эзотерическое, так оно прозвано. Мантра-ночь – это мероприятие, где будут психологи, целители, маги, экстрасенсы, дороги и так далее. Мы также будем, я там буду, Олег Геннадьевич, возможно, там будет. Можете посмотреть на наших страничках, есть репосты по Мантра-ночь. Там есть определённые условия, заявки обязательно подать на участие. И можно там про консультации тоже у нас, мы можем с вами провести консультации. Может, ещё у кого-то вы захотите пообщаться в этой энергетике и побыть. Вот это на наших страницах есть Екатерина Черниновских, Олег Паньков, про геннадидическое, про это мероприятие. Ну, это абсолютно доступно и финансово, и вообще. А так, кто хочет лично к нам, с нами общаться больше времени, вживую, или дистанционно по видеосвязи, номер телефона сказала. По сотрудничеству, также пишите по ранее сказанному номеру телефона. Ну, и вроде как бы всё. Да, всё. Ну, всё, благодарим за встречу. Мы на связи. И всем благ вам и нам, любви, здоровья, здравомыслия, благополучия, гармония. Богатство, процветание, всего, чего мы сами желаем, к чему стремимся, к своим целям, родовым, природным. Материализация этого всем вам и нам. Ура, ура, ура. Спасибо. 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 Спасибо.